У самарских и швейцарских компаний появилась новая точка входа на рынки обеих стран. Накануне вечером состоялось открытие швейцарского центра в столице 63-го региона. Он появился по инициативе руководства кантона Ниошотель для того, чтобы развивать двустороннее сотрудничество и оказывать максимальное содействие бизнесменам. Что привлекает швейцарцев в Самарской области, расскажет Евгений Курдов. В Швейцарии не только страна шоколада, сыра, вина и часов. Мощная фармакологическая промышленность, производство медтехники, микроэлектроники, высокоточное машиностроение. Лишь малая доля тех сфер, где может быть налажено взаимовыгодное сотрудничество. Для координации этой деятельности по инициативе кантона Ниошотель был создан проект «Суисцентр Самара». Его поддержала и депутатская группа Госдумы по связи с парламентом Швейцарии. В 2015-м штаб-квартира центра появилась на территории кантона, а накануне был дан старт работе швейцарского центра в Самаре. Приветственное слово координатора депутатской группы, первый вице-президент СМР Владимира Гутенева, зачитал заместитель председателя регионального отделения СМС Анатолий Афанасьев. Он отдельно подчеркнул, что накануне у него состоялась встреча с представителями швейцарской стороны, где была достигнута договоренность разработать и подписать соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время, а скорее всего в октябре, мы планируем расширенное заседание и советы. Я думаю, что мы пригласили, вы приняете участие. Это дополнительная площадка, которая позволит вам конкретно, уже предметно общаться с представителями самарского бизнеса. Швейцария для Самарской области это приоритетный партнер среди стран Евросоюза, отметил заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Дмитрий Горбунов. Новый этап взаимодействия начался в 2012 году, когда в губернии прибыла официальная делегация Швейцарской конфедерации. В рамках данного визита состоялась плодотворная встреча с участием губернатора Самарской области. Отмечу, что организация этой визита состоялась благодаря деятельности российско-швейцарского промышленного клуба и его директора Галина Сергея Александровича. Также благодаря активному содействию Сергея Александровича между правительством Самарской области и кантоном Мишотель зародились прочные деловые и дружеские отношения. В результате этого малый и средний бизнес, как в Самарской области, так и в Швейцарии, стал проявлять взаимный интерес к технологическому сотрудничеству, были налажены научные связи между университетами. Тем не менее, делать свои первые шаги на территории России в целом и в Самарской области в частности швейцарскому бизнесу не так-то просто. Существует несколько ключевых проблем, и языковой барьер лишь одна из них. Конечно, менталитет. Все по-другому настроено в России, по-другому в Швейцарии. У нас есть другие реальности по территории, по промышленностям, по истории, и это сильно влияет на взаимопонимание. А третий момент, да, действительно, есть административные бюрократические правила, с которыми мы не знакомы, не привыки, и которые нас иногда это бесит, надо это признать. В данном случае швейцарский центр выступит координатором и посредником, который поможет предпринимателям кантона Мишотель найти надежных российских партнеров. Кроме того, его возможности доступны для отечественного бизнеса. Прямо в день открытия центра были подписаны соглашения о сотрудничестве с Самарским государственным экономическим университетом и рядом российских компаний.